Мы поговорим про тему, ну, собственно, мы просто вообще все то, что вы уже сегодня слышали. Я так сидела в зале, слушала спикеров одного, второго, третьего. О, боже, я об этом хотела сказать, и об этом хотела сказать, и это хотела сказать. И все вроде бы есть, и вот, собственно, мое время. И в итоге вы уже умные, вы уже все знаете, поэтому сейчас будем все обсуждать вместе и повторять. Коллективное лидерство. Достаточно актуальная тема сейчас на Западе, и все ее обсуждают. Если вы откройте YouTube, TEDx, масса разных спикеров прекрасных на эту тему вещают. Советую послушать, интересно. Ну что ж, такое коллективное лидерство, и почему об этом стоит говорить, да? Сначала давайте хотела бы задать вопрос, у кого это не первое мероприятие по лидерству, у кого это не первое мероприятие по саморазвитию, по тренингам и так далее. Кто уже там посетил один, два, трио? Достаточно много. А кто прочитал от одной до пяти книжек по лидерству, саморазвитию, проект-менеджменту и так далее? А? Больше пяти. Больше пяти? Отлично. А кто хотя бы слышал один совет, или вот когда читал, слушал какого-то тренера, говорил, круто, это обязательно мне надо, и это надо обязательно применить в жизни, в своей, в своей работе. Теперь вопрос, кто применил? Так, передеют, хорошо. У кого получилось и получил тот результат, который хотел? Так, еще меньше. А кто сказал, классно, надо применить, но потом? Так, ну, я должен это сделать, но потом, да? Ну, то есть пока я не понимаю, то есть есть такие, да? Все-таки классная мысль, супер, но может пока не время, может мне пока что-то не хватает, может мне пока еще рано, или вообще не понимаю, как это работает. Такая же основная ситуация, вот и слушая, и изучая, действительно, прочитав не одну книгу по лидерству, project management, уже их перечитала, наверное, за последние года, ну, я не знаю, 50 точно, понимаю, что все об одном и том же. Что бы вы ни открыли, маркетинг об одном и том же, саморазвитие об одном и том же, и все оно сводится к одному, действовать, применять, да? То есть, если я откладываю, то, наверное, это не про лидерство и тем более не про коллективное лидерство, но если я применяю, то, скорее всего, я делаю, я понимаю, мой этот метод или не мой этот метод. Я работаю с компаниями уже 3,5 года, работаю бизнес-консультантом, мы приходим в компанию, когда проект-лидер компании не понимает, что делать дальше. Все, вот его лимит, то есть, limits of his minds, что называется, да? Дальше он не понимает. Но limits of your minds is not the limits of the world, да, как мы знаем. То есть, ваш лимит – это не лимит всего мира. Поэтому, собственно, у нас есть вдохновители, да, и сегодня мы, собственно, возьмем одного из тех лидеров, на примере которого можно показать, а чем же они отличаются, что они делают, то, чему мы еще учимся с вами делать, да, собственно, или откладываем на потом. Сейчас я бы хотела вам показать картинку. Это, собственно, обычная кофемашина возле нашего офиса в Киеве, да, на Золотых Воротах. Когда я вот иду на работу, всегда покупаю тут кофе, ну, перед тем, как, собственно, получить чуть-чуть вдохновения, кофеин и чуть-чуть вдохновения. Ну, вот таких машин, если вот вы будете когда-нибудь в Киеве, вы увидите, что их, ну, штук, наверное, 5-7 вот в этом районе. Но именно возле этой машины каждое утро собирается очередь людей, которые выстраивают, ну, выстаивают минут 15, чтобы получить свой кофе. В чем же секрет? Сказать, что тут кофе вкуснее – нет, дешевле – нет, дороже – нет. Почему? А? Розовые ботинки. Вот, правильно, в розовых ботинках вся суть. Эта девушка, которая работает реально, работает вот возле этой машины, да, это просто человек-лидер по жизни. И не важно, что она занимает, ну, вот такую позицию в своей жизни на данный момент. Но то, что она делает, это гениально. Ты идешь, она тебя видит, кофе начинает готовиться, да. Пока там вот, если стоит 15 человек вокруг, всем обсуждается одна тема. Если какая-то, например, она знает, что у тебя день рождения, кофе делается бесплатно. Если какой-то праздник, то сдаются конфеты за ее счет. Надо говорить, что все, что просто собственникам этой кофемашины повезло немерено, да, только потому, что они заимели вот такого просто лидера по духу, лидера по человеку, который готов, вот знаете, просто изменить свою работу, сделать ее прекрасной. И есть некая миссия, да, то есть она просто получает удовольствие от того, что она делает. Соответственно, и ты получаешь удовольствие от того, что делает этот человек. Почему это, я все рассказывала, это о том, что лидер – это не обязательно руководитель, да. То есть лидер – это некий способ мышления, да. В некоторых случаях это философия, а в некоторых, как нам со всем известным брендом, это религия, да, когда реально создается условие того, что все, больше ничего нет, есть только мы, да. И это, да, это лидерство, потому что так создается бренд, и так создается маркетинг, и так создается некая философия, которая вам, ну, навязывается, или вы ее сами хотите. Классно, когда вы ее сами хотите. В случае маркетинга, если вы нашли эту философию, нашли, как с помощью своих людей, вдохновить своих людей так, чтобы они вам продавали, и чтобы еще все хотели, это реально надо быть для этого лидером, создавать команду лидеров, да. И лидерство – это способ мышления, направленный на реализацию себя. То есть вы не можете создать, ну, что-то, если вы через это не реализуетесь. Вы не можете это хорошо транслировать на свою команду, вы не можете продавать некий продукт, если вы не реализуете себя. То есть если вы не занимаетесь не тем, чем вы хотите, да, или вы создаете не тот продукт, который вам, продукт, который вам не интересен. Или как вы рассказывали, да, вы работаете в проекте, который вы считаете, что он, ну, все, у него нет будущего, да. Ну и хорошо, дальше что мы делаем? Надо такую самомотивацию иметь, да, чтобы понять, что как бы доплыть до конца, да, и как вообще вырулить всего этого. Нужно... Давайте посмотрим мультик и потом поговорим. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 из фильма Майкла Джексона «This is it», где показывается не только его творчество, но и как он общается с командой, и как его команда о нём отзывается. Затем мы с вами попытаемся, вы уже много услышали, и попытаемся сформулировать, что же по этим маленьким кусочкам, небольшим, 1 минута, а вторую 10 минут или 7 минут, что вы увидите в нём, как в лидере, который объединяет команду, является мастерством, и владеет мастерством Collaborative Leadership, окей? ...часовое путешествие вокруг света. Я приехал на прослушивание. Все мои друзья знают, что я буду танцевать в команде Майкла Джексона. Они офигели, я буду танцевать для него. Я уже ничего не боюсь. Спасибо тебе, Майкл, я в шоке, ты меня вдохновляешь. Ты моя энергия, ты дал мне веру. Теперь я ничего не боюсь. Помню в детстве я с родителями смотрела триллер по телеку, и я поняла, что нет ничего более кайфового на свете. Я сплю, просыпаюсь утром и даже не завтракаю, и начинаю танцевать под музыку Майкла. Лунная походка, музыка. Я просто в шоке. Я фанатеве от него. Я бы на многое пошла, чтобы оказаться на сцене рядом с тобой. И вот это происходит. Это просто чудо. Я приехал из Австралии, в общем... В общем, я узнал про прослушивание только позавчера и вылетел первым рейсом. Можете мне поверить. Я даже еще не на сцене, не страшно представить, что будет во время первого концерта в Лондоне. Я не представляю, чем я буду заниматься после концертов с Майклом. Это же сам Майкл. Я хотел танцевать, понимаете, и ты меня вдохновил. Теперь я вдохновляю других. Жизнь, конечно, не сахар. Я всю жизнь ищу вдохновения. Но благодаря тебе я живу, верю. Я, в общем, нашел себя. Columbia Pictures представляет. И сейчас второй кусочек. То есть этот, как команда отзывается о своем лидере? Сейчас будет момент, посмотрите, когда команда потихонечку заводит команду. Это всего лишь репетиция, чтобы вы понимали. То есть человек просто своим профессионализмом подходит, заводит свою же команду. Если сейчас покажут его команду танцовщиков, которые танцуют, я думаю, лучше всем, чем среднестатистические танцовщики, они просто там сейчас сходят все с ума. Сейчас это покажут. И есть... И не знаю, чувствуете вы или нет, но человек сам, даже на репетиции, он поет эту песню, ну там, пел эту песню две тысячи раз, да, наверное, ну а то и больше, двадцать тысяч раз. Но он реально ловит от этого кайф. Да? То есть сам. Даже через... Ну я не знаю, там... Спев ее двадцать тысяч раз или две тысячи раз, он все равно ловит от этого кайф и заводит еще и плюс свою команду. Да? То есть просто посмотрите, да, немножко затянутый момент, но это очень важно, да, показать, чтобы мы могли с вами идти дальше и обсудить. И если у вас будет время, вы можете всегда пересмотреть этот фильм, там масса этих моментов, да, когда человек просто понимает, для чего он делает это, да, и что он делает, и для кого. Субтитры создавал DimaTorzok чуть-чуть можно прокрутить, чтобы мы могли сейчас, да, чуть-чуть. Посмотрите, да, это очень важно. Вы видели их в начале, да, теперь вы видите их в конце, после песни, там каких-то три минуты, да, и... и еще чуть-чуть, да. Да, вы видите команду, которая с ним работает и которая вот реально понимает, что сейчас происходит на сцене, да? Церковь рок-н-ролл. Окей, спасибо большое. Давайте в двух словах. Все-таки, что вы увидели... видели ли вы это, да? Во-первых, отзывы от команды, да? То есть люди, которые занимаются танцами всю жизнь, да, они получают реальный кайф от того, что они добились чего-то в жизни, что реально является пиком их карьеры. Что еще? Вдохновляет, в первую очередь. Это церковь рок-н-ролл. Он уже создал свою религию, свою философию. В данном случае это религия, да? Что еще? Генерирует эмоцию. Что еще? Сам. Абсолютно верно, да? То есть есть некая миссия в том, что он делает, да? Если вы послушаете его песни, они, я, наверное, больше, чем уверена, это одни из немногих песен, которые не про любовь и стали популярны, да? Потому что реально либо про любовь, либо непопулярны. Да. Еще раз? Абсолютно верно. Имеет свой стиль и мастерство, я бы еще сказала, да? Есть некая цель, которая, да, вот преследует, и она не в денежном эквиваленте, есть некий стиль, мастерство, которого он добился, да? Что? Абсолютно верно, да? То есть человек поет всю жизнь, и на репетиции может завестись реально, получить от этого кайф, да, в любой момент. Супер, да, супер. И это тоже тот посыл, который он несет реально в своей команде, да? Соответственно, мы можем с вами сейчас немножечко это все подытожить, да? То есть мастерство лидера, он уже сам обладает этим мастерством. То, что мы говорили, помните, лидерство – это некая философия, это некое мастерство. Вот он начал с себя, да? То есть он сначала понял, что он вообще хочет, для чего он это хочет, и он в этом добился наилучшего результата, то есть наилучшего вообще в мире, да? Ну, мы сейчас берем, конечно, яркие примеры для того, чтобы вообще понять, в чем смысл, да? Как найти свое мастерство? Для этого нужно ответить на три вопроса. Что я умею делать? То есть вот если вы сейчас даже накидаете вот пять фраз, ну, три фразы, что я умею делать, буквально, да? Что я люблю делать и что я хочу делать. И если вы будете соединять эти глаголы, да, например, вот вы, например, взяли, я хочу, что я умею делать? Гулять, там, я не знаю, готовить, и красиво, там, одеваться, да, например. Что я люблю делать? Я люблю делать вечеринки, там, например, я люблю компьютерные игры, я люблю, там, я не знаю, красиво поданную еду, да? И что я хочу делать в жизни, но и пока еще, может быть, не делаю. И, например, всегда ваше мастерство будет и ваша уникальность будет на пересечении этих трех плоскостей. То есть вы дома можете просто попробовать сделать это упражнение, да? Вы получите, ну, реально иногда получается такой инсайт, да, что вы иногда... Классно, если этот инсайт у вас получится. Я вам реально этого желаю. Дальше мы говорим, что у человека есть некая цель, как вы правильно сказали, да? То есть цель какая? Какая? Изменить этот свет, да. Изменить мир. У него цель такая. Изменить мир. Сделать свою услугу ценнее, да, чем конкуренты. Там, я не знаю, принести добавочную стоимость. И в то же время нужно вдохновить свою команду, да? То есть члены команды наиболее счастливы и мотивированы, когда ощущают свою значимость. Для этого им достаточно медленно и верно двигаться к цели. Но цель должна быть не только в денежном эквиваленте. Кстати, тут говорили про мотивацию за деньги, да? По нашей статистике в компании, если повышают сотрудникам, значит, заработную плату, это вот именно материальной мотивации хватает на 3 месяца. Пока человек не понял, куда его приткнуть, это излишек, да? Вот когда он это приткнул, все, дальше мотивация материальная не работает. То есть, вернее, она будет работать только если вы повысите еще раз через 3 месяца. Но это нереально. Поэтому мы своим клиентам советуем всегда повышать не меньше, чем, вернее, не больше, чем раз в год зарплату. Да, потому что иначе материальная мотивация, она вообще теряет некую ценность как таковую. Человек всегда хочет больше, больше, больше. Это нормально, да? Другой вопрос, что можете ли вы, как директор компании, это ему предоставить, да? И, соответственно, поэтому должна быть некая цель более глобальная, да? То есть, более интересная, что для всех сотрудников. То есть, если мы сделаем этот проект, например, по фармацевтике, да? Придумаем какой-нибудь классный софт для фармацевтической компании, и тем самым мы поможем больным, и там еще спасем какие-то жизни. Вот это глобальная цель, на которую люди действительно могут ввязаться в некую игру. На это можно реально строить, да, процесс. Абсолютно верно, но ваши люди должны понимать, почему вы должны, вот почему они вам должны помочь, или вашей компании, да? Добиться этого результата финансового, я не говорю, что он не важен, он действительно важен. И как для собственной компании важен. Но почему ваши люди, тот же секретарь, те же коллеги ваши должны работать на финансовую цель? Кроме этого, что? Они себя реализуют классно. А что они дальше получат из этого? Если вы не проговорили ему четко правила игры, четко его, да, ты самореализуйся, я тебе помогаю самореализоваться, у нас классная команда. И если мы достигнем вот этого финансового результата, если мы уже говорим про финансовый результат, да, то что будет лично тебе? Все равно, что с этого, да, то есть, и мы дальше будем проговорить про прозрачность и про открытость, да, то, что мы уже сегодня слышали. И если вы уже достигли этого финансового результата, то нужно поделиться с этим, с людьми, но поделиться не только, что, о, классно, мы добились цели, классно, теперь у меня столько денег, да, или у нашей компании столько денег, да. Но и вы стали богаче, как через и материально, и духовно, что называется, и профессионально, да. Вот тогда это работает, если это работает так, классно, а теперь я поехала в талант отдыхать, а вы тут все дальше делаете, теперь у нас цель такая, естественно, это не работает. И еще раз повторюсь, да, что если вы ставите общую цель, если люди понимают даже финансовую цель, и что, какие последствия у них, ну, лично для них, да, тогда они вам готовы дать, чтобы что-то получить, да. Тогда вы идете одной дорогой, тогда у вас получается проект, тогда у вас получается некий инсайт вместе, развивается, и вы нацелены на какой-то результат. Если же у вас нет этой цели, ну, то есть цель не ясна, вы просто работаете, и все, какой-то это во всем кайф, просто процесс ради процесса, тогда у вас три разные дороги, причем одна вот там, это ваши люди, это вы, а то клиенты, да, то есть клиенты тоже процесс ради процесса, никого абсолютно не интересуют. Как добиться этой цели, да, то есть должно быть некое окружение. Вот если вы ставите перед собой какую-либо цель, но вы еще пока не знаете, как к ней прийти, вот, например, проект, да, подумайте, какие люди вам нужны, какой клиент вам нужен, какие люди, кто будет выполнять эту цель, кто вам ее поможет, как они, как вам поможет ее реализовать, да. дальше что вы должны делать, что должны делать ваши люди, что должны делать вы, что должны делать ваши клиенты, какие способности вам нужны, какие способности нужны людям, какие способности есть у вас, какие вам нужно еще добиться, какие вам нужны навыки, и с какими способностями вам нужны люди, потому что вы знаете, что, например, это вы делать, вернее, может быть, и сможете, но не хотелось бы тратить на это время. Дальше ценности. Вот то, что мы говорили. Какую ценность от этой цели я принесу людям, себе, миру? И идентификация. Каким я буду, если я реализую эту цель? Что во мне поменяется? Что оно мне даст, лично для меня? Каким другим я буду, если я это реализую? А потом, когда вы себе вот это всё представили, прописали, попробуйте идти дальше. Вот я добился этой цели. Вы просто себе представьте, я добился этой цели. И что бы теперь я вижу, было бы по-другому. То есть что бы я бы изменил? То есть идти назад. И тогда вы увидите точки сбоя. И тогда вы увидите, что вам действительно нужно. Тут понятно или есть какие-то вопросы? Можно по ходу сразу давать, чтобы мы потом... Понятно? Тоже получается реально классный инсайт, если делать это упражнение. Вот сесть, продумать, подумать. И можно многое самому накопать. И что немаловажно, это двусторонняя коммуникация с командой. Именно двусторонняя коммуникация. Не просто коммуникация, там я сказал, ты сделал. А двусторонняя. Я говорю команде, объявляю цели и слушаю, что они думают по этому поводу. Вот привычная схема коммуникации, с которой я сталкиваюсь очень часто. Приходишь, что-то у нас не так, а что случилось, ну вот. Вот так обычно реализовываются проекты. Кто так коммуницирует со своими? Вы со своими подчиненными или так с вами руководитель? Нет? Нет? У всех все четко? А, вам никто не признается? Ну, абсолютно, потому что по-другому никак. И сейчас я вам хочу показать все-таки, в чем важность информации. Почему мы говорим об информации, то есть информирование своих коллег действительно очень важно. И почему нам нужно все-таки очень бережно относиться к той информации, которую мы передаем нашим коллегам, нашей команде. Ну, мне нужно 5 человек, если можно. Один останется здесь? Давайте. Ничего страшного, надо будет просто повторить слова. Иди, иди, иди. Да, да, если можно, один останется, если можно, а вот четверо пойдут за, да, за Анечкой. За мной. Еще один туда, можно присоединитесь к кому-нибудь? Вот, первый ряд, весь молодец. Прощайте. Они на такси, на такси. Смотрите, вот очень просто. Я вам сообщаю информацию, они будут возвращаться по одному. А вы, собственно, передадите то, что я вам сейчас сказала. Хорошо? А? Ну, типа того, да. То есть, а я один раз повторю, хорошо? А, смотрите, такая была, ну, история такая. Марфуша была примерной девочкой. Работала на заводе. Ходила, как все, на демонстрации. Продукты только из магазина. А секс только с мужем и только по пятницам. Ну вот, пошла она как-то в лес, встретила там НЛО. С тех пор все, как не у людей. Работу забросила, дома сплошные демонстрации, продукты только с рынка, а секс когда попала и самым необычным образом. Ясно? Можна нам одного, если мы? Вы помните, что у нас онлайн-тресляция, нас смотрятся дети. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, привет, сейчас я тебе маю передать информацию, яку тебе придется максимально гарно запамятать, и, скорее всего, передати іншому учаснику. Вот. Жила собі дівчинка Марфуша, яка вела такий прекрасный способ життя. Вона ходила стабильно на демонстрации продукты только из магазина. Ну, на демонстрации продукты только из магазина. Ось, значит, и секс только по пятницам, и только с человеком. Ну, раптом вона пошла в лес и встретила там НЛО. И все, жизнь пошла совсем не как у людей. Продолжение только из рынка. Секс, где попало, с кем попало, как я зрозумев. Да? Ось. А, и дома постійні демонстрации и без порядки. В таком плане. Не вказано было. Знаю, тільки, что по пятницам было. Спасибо, да. Можно следующий микрофон перейти. Теперь вот вы получили информацию, да? Я понял. Надо теперь ее исковеркать и передать. Нет, исковеркать, нет. Вот как раз желательно не коверкать. Да, желательно не коверкать. Следующий. Да, передать информацию, собственно, важную, да, полученную... Значит, все было хорошо до НЛО. Нет, вы меня не спрашивайте, я не знаю. Я это мастер вслух. Я человеку передала информацию. Если что, он вам подскажет еще. Короче, надо передать ей информацию. Значит, жила себе девочка. Звали ее Марфуша. Вот. Все было хорошо у нее. Она ходила на презентации в магазин. В магазин на презентации каких-то продуктов. Да, задавай. Чем больше вопросов, тем адекватнее я тебе передам картину. А не было указано, какие магазины были? То есть, типа... А, подожди, может, это были продуктовые магазины? Вроде продуктовые. А продукты были? Нет, продукты не указаны. Надо вносить продукты в салюты? А, нет, тоже нет. Я просто не задал эти вопросы предыдущего, которые у меня рассказано. Да, да. Давай начнем сначала. Да, то есть, она ходила... Да, правильно. Дальше. Она вела хороший образ жизни. Вот это было сказано. Да, какой-то... Ну, какой-то хороший образ жизни. Вот. И было сказано о сексе, что он был по пятницам с мужем. Да. Это уже комментарий, ты, ну, фильтруй. Дальше. Она пошла в лес. Да. Я ничего не знаю о хорошем образе жизни. Ну, смотри на меня. Да. Дальше. У нее все пошло не так. Угадай, после чего? Она пошла в лес и увидела там кого? Правильно. НЛО. Правильно. Да. Короче, начались беспорядки. Дома был беспорядок. Сказали мне, что там дома начались какие-то демонстрации. Я пытался уточнить, но он не сказал, какие демонстрации. Сказали мне, что секс у нее начался. С кем попало и где попало? Это я запомнил. Ну, а секс всегда все хорошо запоминает. Всегда лучше запоминается. Что ты еще упустил? Ну, где-то так вот. Ну, все. Окей. Да. Да. Ну, как бы да. Самое последнее, что я запомнил, это были дома демонстрации. Потому что я переспросил. Дома начались беспорядки и демонстрации. Да, образ жизни у нее поменялся, как ты поняла, да. Да, именно НЛО. Нет, я не уточнил. К сожалению. Окей, если вам понятно, то можете идти дальше. Мне не понятно, но я... Можно, ну, я думаю, что тут уже выжить, это максимум, я думаю. Сейчас, собственно, под... Я должна просто передать... Да, передать ту информацию, которую вы получили, да, собственно. Да, вот. Человек. Сразу должна говорить, что то, что я буду говорить, это не мои слова. Не я это придумала. Я должна передать тебе информацию. Жила была девушка, ее звали Марфуша. У нее... Эта девушка ходила в магазины на презентации продуктов. У нее... Она вела хороший образ жизни. Хороший. Я задала тот же самый вопрос. Хороший образ жизни. У нее был секс с мужем, не знаю, по-моему, исключительно. И по пятницам. С мужем и по пятницам. По поводу слова исключительно, не помню точно. Значит, просто с мужем и по пятницам. Потом она пошла в лес. Неожиданно. Сама. Марфуша в лесу встретила... Тут меня почему-то спросили, что? Ну, я тогда тоже спрашиваю тебя, что Марфуша встретила в лесу? Неправильно. НЛО. И после этой замечательной судьбоносной встречи она начала вести... Она поменяла свой образ жизни. У нее начались демонстрации дома. И она начала заниматься сексом. С кем попала и где попала? Ну, это вся информация. Ну, и последняя, да, у нас вот последняя. Собственно, нужно передать эту информацию с последнему счастливому участнику. Ему повезло больше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот. Слушай и запоминай. Главное запоминай все. Жила-была девушка Марфуша. Она, значит, вела хороший образ жизни. Именно хороший. Неправильно, хороший. Она ходила на различные презентации, что-то там делала. Еще по ней есть такая информация, что она занималась сексом исключительно с мужем исключительно по пятницам. Вот. Однажды эта Марфуша пошла в лес. И там кого-то встретила. Как ты думаешь, кого? Встретила она там НЛО. И после этой встречи Марфуша поменяла свой образ жизни. Она перестала ходить по презентациям, она стала продавать дома. Нет, не продавать, показывать. Показывать дома. И стала вести не хороший образ жизни, а заниматься сексом. Где попала и с кем попала. Все. А теперь можно, что вы из этого всего поняли? Спасибо вам большое. Что вы в итоге как бы запомнили? Я понял, что жила-была девушка Марфуша. Ходила она по презентациям, вела хороший, хороший образ жизни. Занималась сексом с мужем по пятницам. В лесу увидела НЛО и перестала показывать дома. И начала вести беспорядочную половую жизнь. Да, спасибо. Спасибо всем участникам. Ну, для тех, кто вот пять человек, которые не слышали, да, прочитаю текст в оригинале, да. Марфуша была примерной девочкой, работала на заводе, об этом уже не помнит никто. Ну, ходила, как все, на демонстрации, продукты только из магазина, а секс только с мужем и только по пятницам. Ну, вот пошла она как-то в лес и встретила там НЛО. С тех пор все не как у людей. Работу забросила, дома сплошные демонстрации, продукты только с рынка, а секс когда попала и самым необычным образом. Ну, это тот текст, который был, да, оригинальный. Такая простая игра, да, поэтому когда у нас есть такой вот, мы проводим некие аудиты, да, общаемся с людьми, когда они говорят, ну, вообще-то с нами руководитель не общается, но нам достаточно той информации, которую нам дает офис-менеджер о том, что происходит в компании. Вот примерно то, что может передать офис-менеджер, да, примерно, да. Да. Да, давайте вернемся, да, где-то картинка исчезла, окей. Поэтому говорим, передавайте информацию как можно больше на 100%, потому что это очень важно. То, что вы сказали одному, вниз может дойти абсолютно другое, да. Как можно, давайте подумаем, да, каким способом мы могли бы сделать так, чтобы все-таки информация не искажалась? Записать основные моменты, да. Вот, да. То есть не бойтесь собирать свою команду и говорить то, о чем вы думаете всем. Какая разница, вы скажете это главному специалисту или вы скажете это всей команде? Более того, я вам скажу, что как раз вот нехватка информации тем людям, которые находятся, вот там, support, да, административный менеджмент, вот как раз они больше всего искажают информацию, потому что как раз они больше всего ее и обсуждают. Формируйте атмосферу доверия, да, то есть как наладить вот эту коммуникацию, как не искажать информацию, да. Формируйте атмосферу доверия. Что значит атмосфера доверия? Как ее можно сформировать? Вы уже сегодня слышали массу вариантов. Ну, до этого люди тут выступали, вот много рассказывали. Что? Тимбилдинг, коммуникация. Правдивая информация, да, то есть если вот то, что мы говорили, если вы не искажаете, если люди воспринимают информацию так, как вы ее сказали, а не так, как сказал ее офис-менеджер, это уже атмосфера доверия. Если вы говорите, что в компании кризис, да, то вы говорите, да, в компании кризис, но мы работаем на такой-то результат, и тогда, когда этот результат будет достигнут, вы должны об этом сказать вашим сотрудникам, что мы молодцы, мы достигли этот результат. А если вы сказали, ой, извините, в компании кризис, но при этом вы собираетесь и едете в Таиланд на полгода отдыхать, да, ну, наверное, это не атмосфера доверия. Поверьте, в кулуарах будет очень интересная атмосфера, и когда вы вернетесь, уж точно на вас не будут смотреть, как на лидера и на руководителя, да. А как, да, как на Марфушу. Четко и понятно ставьте задачи, но решение этой задачи оставляйте за сотрудником. Что происходит в наших, вот в компаниях, в которых вот я работала, да, в основном? Сотрудники воспринимают точно так же, как воспринимают ребенка, который ходит в детский сад, и потом который ходит в школу, ученик, который ходит в школу, да. То есть мы вам даем домашнее задание, и тут главное я, я знаю, а ты не знаешь. Но если вы формируете команду лидеров, да, то в принципе вы берете на работу тех людей, которые, наверное, ну, PR-менеджер, наверное, лучше знает, как писать пресс-релиз, чем это знает, например, HR-менеджер или тот же генеральный директор, да, компании. Но когда генеральный директор рассказывает, как HR-менеджеру, как подбирать персонал, а PR-менеджеру, как писать пресс-релиз, тогда начинаются реально проблемы, да, потому что люди не чувствуют свою как раз самореализацию, да, и получается, что у них карьера закончилась, и они опять пошли в школу и в детский сад, да, то есть им опять говорят, что делать. И вот один из классных способов, как компания нашла, решила эту проблему, да, вот если у директора без идей не входить, если у тебя проблема, принеси решение, и мы своим, да, да, нет, надо, но подумайте, что вы можете предложить. Если это, если, извините, это в вашей компетенции, если, например, если это в вашей компетенции, я имею в виду, если вы делаете работу, и вы попали в какую-то ситуацию, ну, попали, у всяких, ну, бывает разное, да, вы говорите, мы можем сделать так, а можем сделать вот так, как лучше для компании, да, директор скажет, окей, я подумаю, может быть, сделаем совсем третьим образом, да, но при этом вы как профессионал, вы видите, да, сори, так случилось, но можно это решить, и я, у меня есть идеи как, тогда это профессионально, если вы пришли, сказали, ну, ой, так получилось, всё, а теперь сами, да, вот тогда это реально не лидерство. Давайте обратную связь. Кто даёт обратную связь своим коллегам? Кто даёт негативную обратную связь своим коллегам? А позитивную? Вот как раз проблема с позитивной, это негативную как раз все дают, если что-то не так, например, вы получаете от клиента плохое сообщение о том, что он недоволен работой вашего сотрудника. Как быстро сотрудник об этом узнает? Сразу. Вы получаете письмо от клиента, который доволен работой вашего сотрудника. Как быстро сотрудник об этом узнает? Вот не уверена, что, ну, классно, если у вас сразу, а бывает такое, что и не узнает никогда Ну, я вам серьезно говорю, бывает такое, что и не узнает никогда И такой короткий совет, теория Гамбурга, да, как давать обратную, негативную обратную связь Всегда нужно начинать с позитива, да, то есть вы начинаете Вот эта булочка, это позитив Это негатив Имеется в виду, так просто очень легко запомнить, да Два хлебушка, значит, это вы начинаете, начинаете и заканчиваете позитивом Все, дальше вы говорите, опять же, что вам не нравится и как могло бы быть по-другому То есть сначала, что вам не нравится, и тут вот эта котлетка как раз Что могло бы быть по-другому, как бы вы хотели, чтобы это было бы по-другому дальше, да, в другой раз Потому что если и закончить обязательно тоже на позитивной ноте То есть нельзя начать с негатива и закончить негативом А еще хуже, если не сказать, что вам нравится в работе этого сотрудника, да, иначе он уйдет и у него, поверьте, уж точно он сегодня работать не будет До конца рабочего дня он пойдет на перекур, со всеми еще переговорит, со всем расскажет, как все ужасно и как он работает овертайм А его не ценят, а вот один раз он ошибся и вот тут начались, и тут вы заметили, да Награждать регулярно поощряй неустанно Это как раз о том, что сотруднику вот той же нематериальной мотивации, да Материальная мотивация действует 3 месяца, нематериальная помнится годами Если вам, ну, например, у меня было, да, вам дали билет, бесплатный билет в кино, это запомнится Если вас отправили, ну, там, не знаю, на курсы повышения квалификации, там, дорогие, которые вам хотелось бы, это запомнится, да Если там путевку еще какую-то дали, это вообще запомнится надолго, да Нужно пытаться, если у вас нет возможности, скажем так, дать какой-то подарок, но не у всех там материальное положение позволяет фирма Обязательно найдите, за что можно похвалить этого человека в работе Это можно не обязательно делать, знаете, намеренно, так, иди сюда, сейчас я тебя буду хвалить Ну, так, конечно, делать не надо, но если вы встретились в столовой, да, на кухне и делаете кофе вместо сотрудников Попробуйте с ним просто поддержать коммуникацию, сказать, о, а я слышал, ты круто сделал Или я слышал, ты что-то такое интересное в жизни у тебя произошло, да Поверьте, это намного ценнее, чем даже тимбилдинг Потому что даже на тимбилдинге люди встречаются и действуют совместно И не всегда у них есть доступ до лидера А вот людям нужна эта энергетика лидера Тогда они чувствуют, что они действительно команда Если лидер не общается со всеми, то вот как раз будут проблемы, да То есть тогда люди не будут, сколько бы вы им денег не платили, все равно не будут чувствовать свою реализованность И вот, знаете этого человека, нет? Никто никогда не видел? Крафтфудс, да, абсолютно Юрий Логуш, он был генеральным директором Крафтфудса Ну, сейчас мы в Мироновские хлебопродукты, наш Курча, да, в Мироновский Курча ушел работать Но чем, вот легендарный лидер, легендарный менеджер, а? Был, да, и он просто хотел рассказать о том, что он делает, да, для своих сотрудников То есть, чтобы вы понимали, сколько людей работает в Крафтфудс? Пять тысяч, это минимум, да, это вот киевский офис Человек каждый день начинал с того, что он обходил все места, ну, все рабочие места, да Если кого-то не было, он спрашивал, что случилось, а где ты, а что произошло Если он болел, и человек возвращался на рабочее место, он это знал Он говорил, о, ты вчера болел, как ты, хорошо себя чувствуешь, все нормально? Этим человек занимался каждый день То есть, и это по рынку, вот даже в Киеве, это просто такой кейс, что Просто все лидеры, которые пытаются найти какой-то навык, чтобы вдохновить своих сотрудников, да Сделать с них команду Вот, собственно, берут пример и делают то же самое, да Чтобы каждый почувствовал, что генеральный директор знает, что он тут работает Конечно, это легко сделать, когда у вас 5 человек, когда 30 человек, но когда у вас 5 тысяч или 50 тысяч, да Нужно понимать, что каждый, для каждого это честь, это как встреча с президентом, да, грубо говоря И создавайте традиции Одна из лучших традиций тоже международных компаний, это кофе с CEO Да, то есть, самые лучшие сотрудники, 5, каждый месяц идут и пьют кофе или обедают с генеральным директором компании Где он может, они не общаются на тему работы, они общаются на тему, кто ты есть, да Если тебя взяли в мою компанию, значит, ты реально классный, интересный человек Значит, у тебя действительно в жизни происходит что-то интересное Ты достойный, и я хочу понять, чем мои сотрудники живут, да Таких традиций может быть много От тимбилдинга, да, до каких-то просто... Если пересеклись на кухне, обязательно поддержите разговор со своими коллегами, да Обязательно спросите о чем-то У нас было... Мне тоже, на самом деле, мне очень повезло Я начала, когда переехала в Киев, начала работать в компании, которая, ну, вот действительно Это был просто collaborative leadership Лидерам было по 30 лет, да, им было по 30 лет Они создали команду, которая работала, ну, во-первых, по международным стандартам, да Потому что работали с международными клиентами крупнейшими Плюс это такие традиции, как если у кого-то день рождения Никто не начинал праздновать, пока не придет, значит, управляющий директор И не произнесет первый тост Если управляющий партнер ехал куда-то там за границу Он обязательно привозил подарки, какие-то маленькие От ресепшена до партнеров своих, да Обязательно какие-то small talks, да Обязательно чувство юмора, которое мы до сих пор вспоминаем Эти приколы, но, к сожалению, не могу с вами сейчас поделиться Но поверьте, это запоминается надолго И мы реально 5 лет отработали в команде Пока один из партнеров не решил покинуть бизнес И уйти, собственно, строить карьеру депутата Ну, все, дальше у него своя карьера, да Но поверьте, работать хотелось так, что все работали до трех ночи Над всеми проектами Никто никогда не говорил о том, что вы меня за это должны заплатить Или еще что-то Потому что это реально была команда Мог зайти управляющий партнер и говорить О, вы работаете, а вот вам флайера у меня есть Идите сразу на дискотеку, да Ну вот Потому что все молодые команды, все динамичные Если работа сделана хорошо Всегда можем вместе провести время И продолжайте обязательно самосовершенствоваться и развивать свою команду Это без этого Если вы останавливаетесь, значит вы идете на дно Если вы ничего нового не узнаете, ничего нового не имплементируете Значит вы не развиваетесь Соответственно у вас должна быть Можно из этого всего сделать некую такую систему То есть соответственно у меня есть мое мастерство То, что я хочу делать И я хочу через это реализоваться Я хочу подобрать людей, которые тоже хотят делать и достигать этой же цели И хотят тоже через это реализоваться Я готов сделать так, чтобы нам всем было интересно Я готов или мы вместе готовы развиваться и делать что-то по-другому Ну вот это моя, наверное, самая важная такая вот цель Это share common goals То есть если вы разделяете с вашей командой ваши общие цели То вы создаете партнерство, партнерские отношения Если у вас получаются партнерские отношения с вашей командой Соответственно, наверное, нельзя говорить о какой-то иерархии Нельзя говорить о каких-то безуспешных проектов Все проекты что-то дадут Цель будет реализована Даже если она не дошла той цели, которую вы изначально перед собой ставили Но работа с людьми уже вам даст определенный результат Если вы пересмотрите этот ролик еще раз Вы обратите внимание, что за 10 секунд этот лидер сделал то За 10 минут, о чем мы только что с вами говорили Полчаса или час Соответственно, в данном случае это уже то, что я называю ритуализацией То есть все те пункты, о которых мы проговорили Человек просто их делает И это ритуал его жизни Это его привычки Выбирайте себе любые И делайте это своими привычками Тогда, собственно, вам не нужно задуматься Не нужно будет ходить еще на дополнительные тренинги Еще читать 250 раз одну и ту же литературу Слышать одни и те же месседжи Чтобы понять, что все-таки, наверное, это нужно сделать Или попробовать хотя бы сделать Будет ли оно у вас работать или нет И также хотела пару вдохновляющих фраз Которые лично меня вдохновляют Главный смысл любого дела Это дело со смыслом Если у вас есть в вашем деле смысл Соответственно, вы могли показать этот смысл команде Тогда, я думаю, с реализацией у вас не будет никаких проблем И если ваша команда Я немножко перефразирую эту фразу Если вдруг фамилия каждого вашего человека в команде Стала должностью То ваша компания останется вечной И ваша команда будет вечной Поэтому, собственно, я вам и желаю Быть таким коллективным лидером И создать такую команду Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы Готовы ответить У меня несколько вопросов Первый – это когда вы говорили, что наша цель – это сумма денег Нет, я не говорю, а наоборот Вы говорили, что это неправильная цель для сотрудников Но выходит так, что вы создаете цель для сотрудников Это какая-то мистическая цель Которой они бегут Но за этой целью прячется другая цель По сути, деньги У них может быть цель Если вы им скажете, что да, мы будем помогать Например, с помощью этого проекта людям Что-то усовершенствовать в их жизни И мы получим такой финансовый результат Да, финансовый результат как второстепенный показатель Может быть Но вы при этом скажете, что с этого финансового результата Люди тоже что-то получат Либо какое-то дополнительное образование Либо повышение в заработной плате Либо какой-то бонус Я не знаю Но если вы просто им скажете, что цель Вот без всей вот этой, да, антуража Какой-то, может, там, миссии или еще что-то Что цель только 5000 гривен, грубо говоря Ну, причем я хочу себе Ну, кто вам поможет реализовывать эту цель Кроме вас Тогда вы будете делать все сами Тогда они придут и скажут Ну, я вот тут как мог сделал Дальше ты сам А если вы скажете, что, например Да, миссия там вот такая Помогать людям, да, там, сделать мир лучше Ну, я грубо, да, это очень расплывчато Да, но если вы скажете, что Хорошо, а теперь Как ты своей работой помог Людям сделать жизнь лучше Как я показывала, да, вот эту девушку с кофемашиной Но это реально, ну, вот, как кейс из жизни Она продает и делает деньги своим работодателям Но тем не менее Я же иду и плачу ей деньги Не за то, что она говорит Ой, вы знаете, купите у меня кофе Моему хозяину надо запрать 5000 гривен Да, то есть, но Тем, что она пытается создать настроение людям Вот за это, за эмоции Люди платят деньги А как тогда быть с топ-менеджментом? По сути, их мотивирует лишь цифры? Не всех Ну, я вам честно скажу Я работала не с одним топ-менеджментом Вот те, которые уже приходят в Как сказать Кризисные ситуации Тех мотивирует, как правило, только цифра Но мне повезло Не знаю Я встречала очень много топ-менеджеров Которые говорят У меня уже все есть Дальше мне Ну, скажем так 10 миллионов или 20 миллионов Ну, у меня уже, как говорится Да, это азарт Но мне теперь важно Еще и увидеть Как люди получают этот кайф Да, то есть, будет такой предел Ну, если у вас есть там Три машины Пять дач Ну, сколько Что еще нужно, да? Но когда вот даже недавно Наш один клиент От него ушел человек Но этот человек Сделал ему годовой Ну, годовую прибыль И несмотря на то, что Бонусы выплачивались Через два месяца После того, как человек ушел Он позвонил И сказал Приди и забери свой бонус И человек мне позвонил Говорит Представляете Ну, все То есть, человек уже Его запомнит как лидера Несмотря на то, что Может быть, он сделал ему И большую сумму Если вы будете концентрироваться Только на этом Никто это не захочет Вам реализовывать И второй вопрос В плане Вот, вы приводили Майкла Джексона Как хороший пример Лидерства Но Ну, как мне показалось Люди смотрели на него Как на какой-то культ Не на человека А именно вот Как на культ И Как я знаю По его биографии То, когда он болел То есть, у него были Проблемы с кожей Он очень много лет Просто жил В доме И не выходил на улицу То есть, получается Что окружающие Не видели его С его личными проблемами А вы видите Своего руководителя С личными проблемами Своего руководителя Ну, то есть Вы считаете Что все-таки Культ Я считаю Работа есть работа Личная жизнь И личная жизнь Если человек реализовывается В том, что он реализовывается Меня не волнует Что у него Ну, грубо говоря Дома Как он делает свое дело И Я никогда не пойду К своему Руководителю Не буду спрашивать Как ты живешь вообще Какие у тебя там Что у тебя дома Да И Какая у тебя жена И какие у тебя дети Мне главное Когда он приходит на работу И как он создает команду Что он делает На работе Да Скорее всего Он У него есть еще какие-то там Он гоняет на машине Под Там 200 км в час Но меня это очень мало Интересует Да Когда он приходит Он создает команду Он создает движение Он дает энергию И он реализовывает свою жизнь Ну, реализовывает тот проект Который он начал Вот это Самое главное У меня, кроме запитания Еще маленький коментар До целей, так Просто, коли группа Ну, группа Команда Иде я какой-то дорогой И вона достигает Багато целей И тебе просто Варто Подбирать Для людей Те цели Яки их мотивуют Для кого-то Это циферка, так А для кого-то От ты рядуешь людей Ты там Помогаешь Чи, наприклад Я знаю просто Випадок життя Что десь В середині Минулого століття Банк Мотивував Своих Працівників Тим, що Вони Розробили Таку кредитную Програму Что дозволила Так менеджити Ризики Что вони Почали Давать кредити Беднім людям На покупку Життя Тобто Ти не просто Банкір Перекладаешь Папірчики Ти дозволяешь Бедним людям Жити Власному Будинку Навіть Такий Фактор мотивації У мене Два питання Перше питання Ви малювали Три таких кола Де там Що хто хоче Так Ви не вважаєте Що потрібно Додати Четверте коло Де буде написано Прибуток З цього Бо все таки Їсти хочеться Кожен день Я не говорю Що Понимаєте Якщо ви говорите Що я хочу Ілі що я умею Делати Наверное Це не один Навик Що я умею Делати Що я хочу Делати Це скоріше Що не один Навик Фінансова ціль Тоже може Мінятися Тому Якщо Мне кажется Лично мое мнение Если вы найдете Действительно То дело Которое Реально Вы понимаете Что вы его Не хотите менять То направление Я буду реализовывать Только вот эти проекты Только Например Для такой-то сферы Потому что я хочу Добиться Вот этой То цифра Будет меняться Сама по себе А если вы себе Создаёте изначально Лимит Тысячу долларов Например Ну Дальше Что Дальше вы будете Думать Постоянно О Тебе тысячи есть Хочу две Потом Хочу три Это нормально Просто оно должно Прийти Само по себе Чем больше у вас Меняется мастерство Чем больше вы Создаёте Вдохновляетесь Это очевидно Вот у меня была Кстати кейс Такой интересный Когда девочка пришла Говорит Классно Вот у меня магазин Цветочный Да Но он не приносит Прибыли Вообще не приносит Прибыли Я уже не знаю Что делать Вот цветы Купила А не завяли Выкинула Я говорю Хорошо И что Списала Значит эти деньги Списала Я говорю А если бы ты взяла Эти цветы Да Например То есть это уже Минус для неё Да То есть минус Даже в бюджете Финансовом Да Я говорю Но если бы ты взяла Эти цветы Ты видишь Они уже Ну как-то там Привязала туда Свою визитку Оформила И просто бы Раздала Людям С приятными словами Это уже что Инвестиции Маркетинг Да То есть И это уже Принесёт вам Больше денег Соответственно Финансовая цель Ну я бы Лично Я не знаю Может быть для мужчины Это важно Не знаю Я на ней не зацикливаюсь У меня Я получаю Радуюсь Скажем так У меня И больше Больше Наша компания Уже 5 лет На рынке И мы постоянно У нас нет Какого-то такого Чёткого Финансового результата Если мы Получили Больше Чем Например Планировали Или Там Даже Могли Себя ожидать Мы радуемся Виплачиваем бонусы И вообще Получаем От этого Кайф Говорим О, классно Я зрозумію Я так підсумую Что гроши Это неважливо Это как повітря Это неважливо Поки Его вистачает Да Ну Чтобы Его хватало Вам Вы должны понимать Что вы делаете И вы уверены Что вы делаете Все правильно И что с вами люди Которые могут вам помочь Я думаю Что всегда Знаете Как студент Сначала кажется Что ему хватит 3000 гривен Потом он Становится Значит уже не студент Приходит Как интерн И говорит Ой А теперь мне хочется И так далее И так далее И Чи наоборот Чи насправді Там Примерно Чи насправді Примерно Погани Перформанс Може В той Час Комусь Іншей Людині Допомагав Вчитися Чи Вирішувати Якусь Важливішу Проблему которая была присоединена к другому человеку. То есть перед тем, как передать эту информацию, я смотрю, если правда эта человек виновна в том, чем ее извиняют. Иногда просто разговариваю с клиентом, что так и так, тут ты неправый, эта человек молодец на самом деле. Тебе просто так кажется, потому что ты далеко и ты не видишь. Это что-то неправильно, или это окей? По нашему мнению, вы все равно должны, если вы просто скроете эту информацию, то есть вы ее будете знать, и если не дай Бог повторить ситуацию, то для вас это уже как накапливается. Если это накопится, 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 потом вы все сразу выдадите, и это уже для человека стресс. Но я проясню ситуацию с клиентом, я с ним еще раз проговорю и показываю ситуацию с другой стороны, чтобы донести, что это не негативная ситуация. Если мы в конце переходим до выяснения, что такая ситуация негативная, то окей, я буду принимать какие-то меры. Я думаю, что если в этом содействует ваш сотрудник, вы должны сделать это вместе с сотрудником. Вы скажете, что да, давай, если это по его вине, тогда вы говорите, да, давай, но сделаем это вместе, чтобы он тоже чувствовал долю ответственности за это. Тогда он будет тоже принимать решение и давать решение ситуации. Но вот, для примера, когда сын, работник, сделал все правильно, он, наоборот, еще там перепрацовывал, помогал другим людям, так? Это его очень резко демотивирует. Да. Ну, опять же, если вы вовлекаете в проект, то есть если вы, если он, вы не говорите, что это негативная информация, сейчас я все порешаю, да? Нет. А если вы говорите, вот, ну да, это бизнес, такая ситуация, или это работа, такая ситуация может возникнуть, да? И нужно тоже, чтобы ваши люди умели работать с негативными отзывами, да, с рисками или с негативным отзывом, да? Потому что если они все будут воспринимать близко к сердцу, например, вы уедете, вы не сможете переговорить с клиентом, клиент это выдаст на него, да? А вы его оберегали, как в школе, как в садике, да? Что, ой, не трогайте-то мой ребенок, я вас буду защищать. Это бизнес. Может быть такой. У нас нет в жизни только радости, да? Дуальный мир. Есть плохое, есть хорошее. Ну вот так случилось. Давай, я тебя ни в чем, я тебя понимаю, я тебя поддерживаю, я понимаю, что в данной ситуации ты сделал максимум, но давай попробуем вместе вырулить с этой ситуацией, там, написать, напиши драфт письма, я посмотрю там, или напиши, давай придумаем, как это объяснить клиенту лучше. Не надо отгораживать своих сотрудников от проблем. Проблемы есть, бывают, возникают хорошие, плохие по вине клиента, по вине сотрудника, но он тоже должен уметь с ним этим работать. Иначе в один день, когда вы не сможете это проконтролировать, у него просто будет дикий шок. Окей, дякую. Дякую. Спасибо. Два коротких вопроса. Где заканчивается мотивация и начинается вдохновение? И что мотивирует и вдохновляет лично вас? Спасибо. Ну, скажем так, для меня мотивация и вдохновение – это, в принципе, примерно одно и то же, потому что, наверное, я больше всего мотивирована теми лидерами, с которыми я работаю. Для меня это самый лучший пример. То есть я буду платить за любые деньги, чтобы попасть к тем… Или платить даже за курсы, чтобы попасть к тем лидерам, которых я считаю лидерами. Для меня достаточно… Я приду на семинар. Для меня достаточно одна фраза или достаточно услышать из уст этого человека то, что я уже и так знаю. Но я тогда понимаю – о, классно, супер. Если он это говорит, то вообще супер. Что для меня является мотивацией – это когда, например, у меня что-то не получалось. У меня что-то не получалось. Мне всегда говорили – переделай, сделай еще, это не так. И тут этот человек подходит и говорит – ну, даже таким способом. Не, ну, ты вообще сегодня. Вот это ты сегодня сделала. Тебя не похвалили напрямую, но ты понимаешь, что из уст этого человека это реально круто. То есть если этот человек сказал, то это реально будет… Ты реально уже сделала это хорошо, да. То есть так я тестирую определенные навыки, да, свои. То есть я говорю… Я для себя решаю, например. В своей работе у меня есть некая, да, там, например, scope of work, который я делаю каждый день. И я смотрю – что я могу сделать лучше? А давай я попробую вот так. А давай я переструктурирую работу сегодня вот так. И если я получаю фидбэк от клиента или от своих коллег, что «О, вот это круто!» Для меня лучше, ну, скажем так, похвалы не придумаешь и мотивации. Значит, есть желание продолжать. Добрый товарищ. Смотрите. Такого не может быть. Значит, тот предыдущий коллективный лидер – не лидер. Смотрите, есть… Не формальный лидер и формальный лидер, да? То есть… Нет, смотрите, есть определенные… Есть… А, формальный лидер и неформальный лидер, да? Так вот, по идее, это должно быть одно и то же лицо. И тут нужно смотреть, конечно, по ситуации. Если человек вам нужен, да, ну, то есть вы понимаете, что этот человек вам нужен, и он конкурирует, ну, скажем так, то либо вы действительно начинаете с ним говорить, что у тебя есть такие возможности. Вот сегодня говорили кто-то про грейды, про аттестацию и так далее, и так далее, да? То есть если вы говорите, да, мы тебе… Что ты хочешь, да? То есть что ты в итоге хочешь получить, да? Ты хочешь получить должность? Это возможно только при таких-таких-таких условиях, да? Если уже есть лидер проекта, то лидер проекта заключается в том, что он, а, создает видение проекта, да? Б, он принимает решение, и он несет ответственность за этот проект. Он может, пока этот человек, вот второй, неформальный, да, находится в его подчинении, и он, ну, неформально, да, в подчинении имеется в виду, что он не берет ответственность за конечный продукт, который он выдает клиенту, и не несет ответственность за коммуникацию с клиентом, то я понял, но пока лидер или там главный специалист в этом, я, пока компания назначила меня, а? А, понимаете, тут вопрос, тут вопрос, ну, хорошо, он, либо вы потеряете одного человека, либо вы потеряете проект и всю команду, то есть тут уже риски, либо вы, что вы решаете, да? Вы то, да, вы для себя, как лидер, должны взвесить. Вы готовы потерять одного человека, да, может быть, он классный, как специалист, но вы потеряете, а, как минимум, коллективную работу, процесс нормальный, да, коммуникацию, результат, еще и клиент будет недовольный. Ну, то есть взвесьте для себя, что вам важнее. Спасибо вам большое, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ